Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Хочу познакомить вас еще с одним сортом томата, который можно выращивать по принципу посадил и забыл. Я говорила вам про сорт дамский пальчик, который я высаживаю, но не загущенно с большим расстоянием, и он сам укладывается и потом расползается. И упоминала, что по такому же принципу выращиваю сорт сибирский пироид. Вот сейчас я вам его покажу. Вот сибирский пироид. Со стороны может показаться, что здесь посажено несколько густо помидор. Вот смотрите, вот одна помидорка, вот вторая, вот третья, а вот четвертая. Как будто густо-густо я насадила помидорки. Но на самом деле это всего лишь одна, один кустик томата сибирский пироид. Вот, я же говорила, что как я оставляю им расстояние, он вот разложится сейчас, выпустит своих вот эти так называемые пасынки. Они станут такими же равноценными, как он, и на каждом, на каждом, вот они уже, видите, цветочки лезут, будут пальчиковые, красивые, красные такие помидорки. Я, правда, ему оставила место, чтобы он в ту сторону полз, но иногда они не слушаются и ползут в другую сторону. Вот такой же. Вот видите, она была вот такая изначально помидорка. Потом она легла и начинает своих вот этих, как, наращивать много-много-много пасынков. На каждом из этих пасынков будут кисти. Сначала цветочные, потом плодовые. Сейчас покажу. И на них появятся... Ой, где ты? Вот такие очаровательные, пальчиковые, красные помидорочки, сибирской пируэт. Они как немного веретеном. Они внизу потолще, вверху потоньше. Зрелище, конечно, я вам скажу, очень красивое. Лежат вот так вот, тут будут лежать кусты. И на них вот такие красные-красные будут пальчики. Очень урожайный сорт. Вот видите, сейчас уже завязывает кисти. Еще будет вот, 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 вот. Все будет в маленьких-маленьких пальчиках. Этот вариант идеальный для тех, кто хочет выращивать томаты, по принципу посадил и забыл. Вы видите, вот у меня две помидорины. Я их посадила. Больше я ничего с ними не делала. Видно, что они не поцинкованные, они не подвязанные. Все, что на них наросло, все целое. Вот они, они пальчики образуются. Высаживала я их в самую последнюю очередь. У меня здесь была рассада капусты. Я ее, когда убрала, отдала, посадила вот этот сибирский пироид. Он уже зацвел, уже завязываются кисти первые, несмотря на то, что высажен позже всех. Потому что это скороспелый сорт. Вот этот вариант подойдет тем, кому некогда ухаживать. Тем, кто любит пораньше скороспелый сорт. Тем, кто любит засолочные сорта, цельноплодно консервировать. В консервации выглядит превосходно, очень красиво, красочно. Тем, у кого есть место для того, чтобы посадить вот так вот их, свободненько. Не любят загущенные посадки. Остальное все только плюсы. Красивый, скороспелый, неприхотливый. Сорт сибирский пироид. В этом году он тоже будет в каталоге. Еще раз скажу, что каталог заранее не выставляла, потому что не знала, какие из томатов выживут во время заморозков, во время всех этих бурь. Но вот сибирский пироид прекрасно и выжил, и растет, уже плодоносит. Значит, сибирский пироид в этом году вы сможете заказать, если вам нужны именно такие неприхотливые, красивые, скороспелые томаты. Все. Заходите ко мне на страницу в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Сейчас буду уже описывать все томаты. Статью про каждый томат отдельно, про уход. Буду выкладывать фото плодов. Потом буду показывать спелые томаты. Выбирайте, заказывайте семена, если вам какие нравятся. В этом году вроде выжили все. Сейчас выставлю каталог. Но вот это вот сибирский пироид. Возьмите себе его на заметку. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok